Заправлялся 50-30 на той неделе. То бишь, не прошло еще недели, 10 копеек есть. По 10 копеек в плюс каждую неделю за месяц 25 копеек. А если сравнивать с началом лета, говорят автомобилисты, то цена за литр бензина выросла на АЗС в среднем на рубль. И это 92-я марка. Топливо 95-й прибавило в цене еще больше, подсчитали водители. Очень дорого, особенно когда часто ездишь. Ценники постоянно растут. Нам кажется, нормальные адекватные цены на бензин. 2-3 рубля – это нормально. Нас все устраивает. Меня не устраивает, что он растет. А кому приятно? Зарплаты бы так росли, как цены на бензин растут. Я не часто езжу, но замечаю, что надолго не хватает бензину. На 500 рублей заправишься, а уже ни о чем это. Отвратительно. В такой-то экономической ситуации идет как бы практически война, у нас бензин растет. Можно я промолчу? Без матерков. Многие автомобилисты отмечают, что и диз топлива, и бензин разных марок растут в цене каждый теплый сезон. Вот уже много лет подряд. Но в этом году темпы роста особенно заметны. Дизель в Новосибирске уже 70 рублей 25 копеек. Вот в Новосибирске. Динамику розничных цен на бензин во многом объясняют биржевые. Так, в минувшую пятницу, сообщают федеральные СМИ, оптовая стоимость 95-го поставила рекорд сентября прошлого года и достигла 74 с лишним тысяч рублей за тонну или больше 56 рублей за литр. А вот как вам кажется, такой самый значительный рост? В какое время года происходило? А вот час. В этом? Да. А почему? Ну, а потому что туристический сезон идет. Туристический сезон идет. Поток машин большой, цена пошла. Ну и дефицит, наверное, бензина. Пока водители предполагают причины удорожания черного золота, эксперты разъясняют. Тотального дефицита топлива на рынке точно нет. Но 95-го бензина действительно сейчас не хватает. Причина – изменение структуры потребления топлива. Все больше водителей делает выбор в пользу 95-й марки бензина, уходя от 92-й. Но вот объемы производства высокооктанового топлива не могут сегодня закрыть повышенный спрос. Если взять 5 лет назад, то 95-го бензина на АЗС продавалось, я говорю, о Сибири, не только Алтайский край. Это было там 30-32% 95-го бензина, остальное это был 92-й. То за 5 лет порядка 45% новых автомобилей, которые сейчас производятся, продаются у нас в регионе, это как раз потребление 95-го бензина. На сложность с 95-м бензином накануне обратили внимание топливные ассоциации. Они направили письма вице-премьеру страны с просьбой увеличить производство высокооктановых марок бензина и установить нормы для их оптовых продаж. Мне кажется, 92-й сейчас, это ни о чем, а вот 95-й, как раньше, 92-й. Стабилизировать в целом цены на топливном рынке, считают эксперты, помог бы запрет на экспорт бензина. Если с 1 августа мы увидим запрет на экспорт по бензинам и дизельному топливу, я думаю, что ситуация по цене на бирже должна стабилизироваться и не расти. То, что мы увидим какое-то резкое снижение оптовых цен, я в это не верю. Рост акцизов, налогов, тарифов, естественных монополий и еще целый ряд экономических факторов, подчеркивают специалисты, не позволят бензину подешеветь. Рост цен на топливо сейчас важно удержать ниже уровня инфляции. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.